Всех рад приветствовать на канале Охот Актив и сегодня у нас битва калибров и в этом выпуске вы узнаете какой калибр лучше 6.5 кридмор новичок который набирает обороты или 308 зарекомендовавший себя мастодонт и классика нарезного калибра. Ну а я хочу вас попросить обязательно подписывайтесь на наш канал и оставляйте свои комментарии. Каждый комментарий мы читаем и возможно на основе именно вашего комментария мы снимем новую серию Охот Актив. Давайте немножко истории. Начнем с 308 калибра. 308 калибр, как он появился? После Второй мировой войны перед американским проявительством или перед американскими войсками встал выбор какой калибр придет на смену калибра 30.06. 30.06 калибр он довольно таки длинный, насколько вы знаете. Мы делали обзор на эти калибры, вы найдете ссылочку в описании. И стал вопрос, каким калибром его заменить. Был разработан промежуточный калибр, который должен был заменить калибр 30.06, а именно 7.62х51. Этот калибр был очень хороший, своей баллистикой, своей энергетикой. И на него компания Winchester обратила, конечно, свое внимание и сделал на базе его почти полную копию калибр 308 Winchester. Также он стал такой отправной точкой, стандартной точкой для мнения о различных калибрах. Ну, сегодня мы от этой точки оттолкнемся и поговорим уже о калибре 6.5 Creedmoor. Калибр 6.5 Creedmoor появился в 2000-х, в начале 2000-х годов. Именно компания Hornady поставила перед собой задачу сделать патрон, имеющий меньшую отдачу, с большим баллистическим коэффициентом, с меньшим коэффициентом бокового ветрового сноса. И таким образом взят за основу был калибр 30 Thompson Center, обжат до калибра 264 дюйма, и мы получили 6.5 Creedmoor. Какие все-таки различия по гильзам и по внешним габаритам у этих калибров? Мы вот здесь разместим подробную таблицу с подробнейшими измерениями этих двух калибров, где вы сможете посмотреть разницу. Ну, в общих чертах, если вы не хотите, конечно, останавливаться на этой таблице, я могу сказать, что у 6.5 Creedmoor получилась гильза где-то на полтора миллиметра короче, чем у 308 Winchester. Плечики или опорный конус у гильзы получился чуть круче. И сама конусность гильзы у 6.5 Creedmoor, она все-таки меньше, чем у 308 Winchester. Тем самым, при сохранившихся объемах гильзы, получилось вместить в 6.5 Creedmoor более длинную пулю. Тем самым, мы получили вот такой хороший настильный патрон. Еще небольшое замечание. 6.5 Creedmoor, он разрабатывался для стрелков-высокоточников. Но этот калибр все больше находит все-таки свое применение и у обычных охотников. Из-за этого мы взяли вот эти патроны. Мы взяли 308 Winchester с пулей 147 Grain от компании Fiocchi. Это будет у нас охотничий патрон от 308. Взяли 6.5 Creedmoor от компании Fiocchi. Пуля EPN, 129 Grain. Теперь по высокоточке. От компании Fiocchi патрон Perfecto с пулей Sierra Match King с массой пули 175 Grain. Это высокоточка. И в калибре 6.5 Creedmoor также возьмем патроны Fiocchi. Они собраны с пулей Sierra, также Match King, но вес пули 140 Grain. Испытания у нас сегодня будут такие. Мы постреляем обязательно из каждого вида патронов на 100 метров. Стрелять мы будем с помощью вот этой прекрасной винтовки от компании Ato ASR. Она является мультикалиберной винтовкой с возможностью перестановки стволов. Вот у этой винтовки, которую мы взяли, в комплекте идет 3 ствола. 338 Lapo Magnum, 308 Winchester и 6.5 Creedmoor. Прекрасная винтовка с хорошими характеристиками, с прекрасными регулировками. Поможет вам раскрыть весь ваш стрелковый потенциал. Так, мы постреляем на 100 метров. Потом мы постреляем обязательно в пеноблоки. Посмотрим, какая проникающая способность, у каких пуль выше. Затем мы нашли самую длинную дистанцию на нашем холме. Это 230 метров. И мы посмотрим, когда мы пристреляем прицел на 100 метров в точку, в центр. Мы перетащим наше оборудование на 230 метров и постреляем в мишень. И посмотрим, насколько у нас упадет траектория у того или иного боеприпаса. Ну и предлагаю начать наше испытание. А параллельно я буду все-таки рассказывать вам про эти два замечательных калибра. Мы на дистанции 100 метров. У нас весь комплект и комплекс готов. И у нас появилась вот такая интересная штука. Это лабрадар, хронограф, работающий на доплеровском эффекте. Он позволяет измерять скорость снаряда с точностью 0,1%. Так, прежде чем начать стрелять на 100 метров, хочется сказать вот про эту табличку. Здесь будут изображены все, вся баллистика внешняя, которая свойственна этим боеприпасам. Например, какое падение пули на какой дистанции с определенной пулей. Обязательно посмотрите. А со своих слов я коротко скажу, что Кридмур по внешней баллистике начинает все-таки выигрывать с метров 300-400. Уже видно разницу по падению траектории. Например, на дистанции 450 метров в среднем 308-й падает ниже, чем по попаданию Кридмура, но в районе 11-16 сантиметров. Приступаем. Первый патрон, который хочется взять, это 147 грейн пули FMG от компании Fiocchi. Будем стрелять по три выстрела по мишени, которая у нас закреплена. 308-е буду стрелять в левый ряд мишеней, а 6,5 Кридмур в правый ряд. Выстрел. Так, первое 880. Следующий выстрел. 879. Хочется сказать, что скорость очень стабильная. Ну, скорость все-таки боеприпаса это у нас результат. И результат этот складывается из комплекса. Выстрел. Следующий боеприпас, который хочется отстрелять, это вот это перфекто. Пуля Sierra Match King. Здесь пуля уже 175 грейн. Так. Так, вес пули изменился и изменилась скорость. Уже 829 метров в секунду. Но все равно довольно-таки высокая. 821. Отлично. Есть такой параметр, как площадь поперечного сечения. У 308-го калибра площадь поперечного сечения больше на 36%, чем у калибра 6,5 Кридмур. Чем это полезно? Например, для охотников. У пули 308-го калибра больше шансов остановить дичь, так как площадь поперечного сечения у нее больше. И, соответственно, энергии эта пуля или снаряд отдаст больше. Зная это, мы придумали еще один эксперимент. Сейчас я хочу выстрелить в газобетонные блоки пулей Sierra Match King. Вот этой. 175 грейн. И посмотреть, какая проникающая способность будет у того или иного боеприпаса. Я так думаю, что 6,5 Кридмур, так как она имеет меньше площадь поперечного сечения, она зайдет глубже. Или нет? Сейчас посмотрим. По блокам пули Sierra 308-й калибр. Готово. Наши испытания с 308-м на этой точке закончились. Давайте посмотрим наши результаты и продолжим дальше. Вот такие результаты мы получили при отстреле на 100 метров. Эта мишень верхняя у нас 308-й калибр, 147 грейн. Так, следующая мишень 308-й калибр, 175 грейн. Так, вот вы видите, какой результат. Что с тяжелой пулей на самом деле винтовка работает намного лучше и стабильнее, чем с более легкой. Все у нас винтовки пристрелены в центр. Будем это считать отправной точкой для следующих наших испытаний. Так, блоки наши прострелены. Давайте посмотрим, как глубоко зашла пуля. Посмотрим пенетрационную способность нашей пули. Маньяки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот семь расколотых блоков. Так, здесь идеальное отверстие. Здесь уже пуля пошла раскрываться. Так, а вот и пуля. Вот у нас она в такую, кажется, превратилась. Та-дам! И сколько же она у нас блоков преодолела? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь блоков ровно. Каждый блок у нас 5 сантиметров. Получается, преодолела 35 сантиметров газового бетона. Так, целые блоки мы складываем, не целые мы отправляем в утиль. И подготовили площадочку для нашего кридмара. Давайте испытывать дальше. Предлагаю сменить ствол на винтовке АТА АСР на калибр 6.5 Кридмур. И продолжить наше испытание. Так, как это делается все? Сначала нам, все-таки для безопасности, мы отсоединим магазин. Отсоединяем. Проверили. Проверили, в патроннике нет ли ничего. Отсоединяем затвор. Донцы гильзы, как у калибра 308, так и у калибра 6.5 Кридмур, они похожи. Так что, группу затворов нам менять не придется. Проверили, что у нас оружие полностью разряжено. С помощью вот этой клавиши отсоединяем цевье. В цевье у нас спрятан вот такой ключ. Торекс. Этим ключом ослабляем винты на ствольной коробке, которые фиксируют у нас положение ствола. Извлекли ствол. Все. Берем другой калибр. 6.5 Кридмур. Длина ствола у нас будет использоваться 610 мм. И вставляем наш ствол непосредственно в ствольную коробку для дальнейшей фиксации. Там есть такая направляющая, которая вам позволит установить ствол правильно. Она не даст вам установить в каком-либо другом неправильном положении. И протягиваем наши винты. Все, винты протянули. Возвращаем ключ в цевье. Цевье ставим на место. Все, взошло. И возвращаем затвор в ствольную коробку. Все, карабин у нас готов к нашим тестам. Ствол установлен 6.5 Кридмур. Мишени находятся на дистанции 100 метров. Первым предлагаю выстрелить патроном с пулей 129 Грейн. Это охотничий патрон от компании FIOKI с баллистическим наконечником. Посмотрим, насколько хорошо они полетят. Произведем три выстрела. Замеряем обязательно скорость. Насколько она отличается с калибром 308 винчестер. И обязательно посмотрим кучность на этой дистанции. Так, я готов. Можем стрелять. Теперь включаем наш лабрадар. К выстрелу готов. Выстрел. 875 метров в секунду. Довольно-таки быстро. Выстрел. Выстрел. 871 метр. 870 метров в секунду. Так, нашу серию мы завершили. Давайте еще сделаем пару выстрелов по нашей мишени. Потому что у нас наметился один такой серьезный отрыв. Попробуем это дело поправить. Что еще интересно в этой винтовке? Она позволяет работать с лотка. Что значит? Когда у вас в магазине закончились патроны, вы можете просто закинуть один патрон в окно выброса, закрыть затвор и сделать еще один дополнительный выстрел. Довольно-таки в быстром режиме. Так, я готов. Еще один выстрел. Следующий выстрел мы произведем вот этими патронами. Также от компании Fiocchi. Только вес пули будет уже 140 грейн. Вот. Пуля будет у нас Sierra Match King. Предлагаю ими выстрелить. Так, ну давайте еще один так же сделаем. Так, прекрасно. Скорость у нас изменилась от массы пули, соответственно. Теперь у нас 860 метров в секунду. Можно посмотреть на наши результаты. Но прежде чем хочется сказать по отдаче пару слов. Есть разница по отдаче 308 калибра и 6.5 Кридмур. Мне кажется, что где-то на одну пятую, на одну четвертую отдача убавилась. Ну и это дает свои плюсы, так как стрелять стало еще комфортней. Еще один небольшой тест с этими же патронами с пули Sierra на проникающую способность. Выстрелим в блоки. В пеноблоки, которые у нас стоят на дистанции 100 метров. И посмотрим, насколько хорошо проникнет пуля этого калибра. Так. Выстрел. Прекрасно. Ну, предлагаю теперь посмотреть наши результаты. Вооружимся рулеткой. По пуле EPN с массой 129 грейн у нас получились вот такие результаты. Чуть-чуть ее подраскидало. Пуля Sierra Match King один отрыв, но здесь очень хороший результат. Я связываю это все-таки с тем, что ствол у нас полностью из коробки. Обкатку он никакую не проходил. Шлифовку. Для ствола из коробки прекрасный результат. Чуть-чуть доработать и будете получать удивительно приятные результаты. Ну, у нас честная передача, так что нечего тут греха таить. Может, стрелок не очень, может, патроны. Так. Дальше, что у нас здесь интересного? По блокам. Вижу, что трещина доходит у нас до 1, 2, 3, 4, 5, 6-го блока. Предлагаю с него и начать. Так, аккуратно отодвигаем. Да, и в шестом блоке у нас все-таки оказалась наша пуля. Вот, 6 блоков. 6 блоков это 30 сантиметров. Значит, у нас пуля с большей массой 175 грейн пробила 7 блоков. Пуля с массой 140 грейн пробила 6 блоков. Что это значит? Хоть по результатам мы получили проникающую способность от пули 7.62 больше, но и эта пуля, более легкая пуля, она далеко не ушла от результата все-таки более тяжелой пули. Считаю, что проникающая способность у калибра Кридмур она все-таки чуть повыше будет. Так, ну пойдемте постреляем на дальние дистанции и посмотрим, сравним наши результаты. Раз-два, раз-два-три. Слышу прекрасно. Штаб сказал, снимаем. Стреляем на дистанцию 230 метров. Повторяем тот же алгоритм. Сначала у нас три патрона с массой пули 147 грейн компании Fiocchi, а затем выстрелим патронами с массой пули 175 грейн. И посмотрим, какое у нас отклонение от траектории будет на этой дистанции. Повторю, 230 метров. Произвели мы три выстрела патронами Fiocchi. В мишени трудно разглядеть попадание, но что хочешь сказать по винтовке пару слов. Мне понравилась эта винтовка тем, что у нее есть масса регулировок, чтобы можно было ее подстроить максимально под вашу задачу, максимально подстроить под стрелка. Здесь есть удобная стойка сзади приклада, которая позволит вам зафиксировать винтовку в любом вертикальном положении. Плюс регулируемый затылок, регулируемая длина приклада. Есть возможность его сложить и тем самым у вас винтовка укорачивается процентов на 20 как минимум. Так что очень рекомендуем. Плюс еще в комплекте есть доп. стволы. Надоел калибр, поставили другой. Другая задача сменили ствол. А я предлагаю продолжить наше испытание и теперь патрон с пулей 175 грейн на ту же дистанцию 230 метров. длина ствола у данной винтовки сейчас в 308 калибре 610 миллиметров. Так. Готово. Мне очень понравилась работа со спусковым крючком, а именно работа со спуском. Здесь можно настроить как усилие спуска, так и рабочий ход, так и холостой ход. Удобно. Можно подстроить под любого стрелка. Ну а что мы? Приступаем к калибру 6.5 кридмур. А потом в конце выпуска мы сравним наши результаты полученные на дистанции 230 метров. Так. Мы на дистанции 230 метров. Первый патрон у нас в йоке с пулей EPN 129 грейн. Так. 6.5 кридмур от компании FIOKI с пулей 129 грейн мы отстреляли. Сейчас мы будем стрелять пулей от компании Sierra матчкинг массой 140 грейн. Предыдущие результаты по 308 калибру мы отметили и покажем вам чуть позже. Отдача от этого калибра очень приятная. Ну а сейчас предлагаю посмотреть наши результаты на дистанции 230 метров. По левой стороне я стрелял калибрами с легкими пулями. Если это 308 то это 147 грейн если это 6.5 то 129 грейн. По правым мишеням я стрелял более тяжелыми пулями патронами серии Perfecto итальянской фирмы FIOKI. И они результаты получились вот на этом листе. Значит давайте поподробнее. 308 с легкой пулей 147 грейн у нас провисание по траектории между 100 метрами и 230 метрами получилось примерно 13.5 сантиметров. В тот же момент калибр 6.5 который у нас пуля EPN 129 грейн охотничий калибр она у нас чуть-чуть подраскидала но как бы все попадания находятся в убойной зоне. У нас получилось вот такой результат. Провисание по траектории я считаю одинаковым что с 308 что и 6.5 критмур. По тяжелым пулем у нас результат получился более наглядный. С 308 калибра 308 калибр 175 грейн вот у нас получился этот результат провисание составило 310 320 миллиметров относительно центра у нас карабин был на 100 метров пристрелен и стрелял я кстати метился вот в эти мишени вот вот в этот центр. По калибру 6.5 критмур у нас получился вот такой разброс так и провисание по траектории составило в районе 210 миллиметров что хочется сказать получив эти результаты на самом деле при равных объемах пороха при равных давлениях скорость и траектория у этих патронов отличается по легким примерно один результат по тяжелым пулем получился более яркий и наглядный результат что 6.5 критмур все-таки будет более настильным еще минутка информации недавно проводились эксперименты для замены 308 калибра в армии Соединенных Штатов и участвовал также 6.5 критмур калибр в ряде представленных и что какую отличительную черту получили при этих испытаниях этих двух калибров 308 и 6.5 критмур 6.5 критмур показал себя намного лучше на дистанциях от 500 до километра причем на дистанции километр была высчитана вероятность попадания по цели в два раза выше чем у 308 калибра устойчивость от бокового сноса ветром на 30% у калибра 6.5 критмур выше на стильность также на 30% выше чем у калибра 308 вот такие результаты получили мы были ли у вас какие-либо эксперименты с этими калибрами 308 6.5 критмур охотитесь вы с ним или участвуете в соревнованиях обязательно напишите нам в комментариях о вашем опыте он очень полезен не только для нас но и для наших подписчиков тоже ну и те кто смотрит наш канал и подписывайтесь обязательно подписывайтесь а я напоминаю что в сегодняшних испытаниях нам помогала винтовка от компании АТА АТА АСР лично мои впечатления по этим калибрам сложилось такое что 308 калибр он все-таки немножко пожестче и хорошо будет работать на коротких дистанциях принося из-за своего диаметра и массы больше энергии на близких дистанциях до 300 метров калибр 6.5 кридмур будет работать хорошо за дистанцией 300 метров когда он все-таки уже выигрывает довольно-таки достойно калибр 308 по своей энергетике по своей настильности по своей точности ну точность у них стоит очень рядом между собой так что если вы пользовались этими калибрами обязательно напишите нам в комментариях а я сегодняшним тестом очень доволен еще раз напоминаю подписывайтесь на наш канал и вы будете в курсе всех новинок всех наших тестов и оставляйте свои комментарии любите свое оружие оно вас никогда не подведет подведет